Талант Талант activity Талант 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 Именно с этой целью в детском оздоровительном центре «Лазурный» уже в четвёртый раз были организованы учебные сборы по общеобразовательным предметам для участников «Олимпиадного движения». В Лазурном собрались 60 представителей 20 районов Нижегородской области. Это ребята, которые прошли отборочные туры на базе университета имени Лобачевского и заслужили право участвовать в этих сборах, поучиться у ведущих преподавателей университета, которые будут читать лекции ребят на протяжении 10 дней. Вот такого интенсивного погружения в науку по предметам математика, физика, химии, биологии произойдет на территории Лазурного. Для тех, кому тесны рамки школьной программы, ректор университета Лобачевского Евгений Чупрунов прочитал лекцию, посвященную именно парадоксам, явлению также характерному и для научных исследований. В начале любого знания лежит удивление. Человек должен сильно удивиться для того, чтобы он начал что-то изучать. Я пришел на лекцию по физике, так как физика – это один из моих основных предметов, и все знания, полученные по физике, мне появятся в будущем. Эта лекция была очень интересной. Тогда я узнал различные парадоксы, хотя я их и так знал, конечно же, но все же укрепил свои знания. Во-первых, здесь другая обстановка. В другой обстановке получаешь новые знания, новые впечатления, и это у тебя, может быть, и старые знания, но лучшее отложится в голове. Такие встречи полезны тем, что ты можешь расширить границы своего мышления, узнать что-то новое от людей, которые знают гораздо больше тебя, и начать мыслить самостоятельно, основываясь на их мыслях и рассуждениях. Джеймс Макселл предложил способ без насоса как можно газ заставить собраться обратно вот здесь. Для этого нужна одна простая вещь. Нужен чертик, или, как он ее называл, демон. Это маленькое существо, размерами порядка молекулы. Ничего плохого нет, биологи мне сейчас скажут, что сейчас есть аппараты, которые внедряются в кровеносные сосуды, которые находят клетки, убивают, что-то там делают и так далее. У нас это делается, да? В наших лабораториях это совершенно нормальное явление, это не выдумка демона. Так, посмотрите, как это интересно. Открыли, газ совершил работу, что-то там повернулось, подождали. Четик, не совершая работы, так сказать, порегулирует, куда двигаются молекулы. Мы снова приходим в таком же состоянии, снова совершается работа и так далее. Вечный двигатель. Представители университета Лобачевского стали гостями Лазурного в этот день отнюдь не случайно. Ведь Нижегородский университет – один из идейных вдохновителей олимпиадного движения для школьников. А юные таланты – потенциальные его студенты. А в дальнейшем, возможно, выдающиеся деятели науки, которыми будет гордиться наша страна. Это научное сообщество, это научный сбор. То есть мы будем детям рассказывать о науке, мы будем детям рассказывать о том, как устроен мир, будем говорить правду. И будем учить их решать задачи, чтобы они не просто вот так молча интересовались, смотрели, чтобы они могли участвовать в олимпиадах, заниматься наукой, готовить себя к будущей жизни, побеждать и многое другое. Поэтому, мне кажется, сегодня такой очень нужный, очень важный и очень значимый стад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова